всем привет сегодня покажу как я обрабатываю резинки уплотнителей на автомобиле попалось мне такое средство именно для смазка для резиновых уплотнителей бывают разные разные фирмы но именно на силиконовой основе чтобы распушить эти резинки у кого может в хуже состоянием в среднем так как я раз в год обрабатываю перед зимой чтобы не примерзали они после длительной стоянки в двери и было проще открыть дверь ну и конечно их не общее состояние можно использовать и в дешку или вот мановскую тоже на масляной основе но если зацепитесь одеждой то как бы не будет не очень будет приятно поэтому но она лучше подойдет для более минусовых температур и точно уже сто процентов не примерзнет уплотнитель двери и будет проще открыть но будем это вполне хватает пользуюсь уже третью четвертую зиму не знаю все меня устраивает будем обрабатывать как с внешней стороны так и залезем сюда вовнутрь потому что вот если видно как видите скопилось вода хотя машину мы давно ну и конечно лучше наносить после мойки так как они сильно хорошо впитают влагу это не очень нанесется это средство так на сухую машину на сухие уплотнители будет больше эффект нанесем сначала на внутреннюю сторону небольшими отрезками и можно подождать может минутку может полминутки и это все дело растереть лучше всего губкой так как она не впитывает это все допустим как обычная тряпка хлопок который может впитать эту смазку а губка не так сильно впитает принципе нормально попробуем растереть пройти чтобы везде была смазка у нас принципе такими небольшими кусочками по по 30 по 50 сантиметров и нанесем внутреннюю еще по обработаем тут уже будет вниз попроще подождем видите она стекает туда в принципе губка все разрешит даст нам эластичность это и вернет резинки теперь будем обрабатывать внешнюю часть после того как обработали всю внутреннюю с внешне и полегче на пол двери и внешне и просто мы потихоньку тщательно но это видно хорошая силиконовая смазка на ней не оставляет разводов были такие что и расставляют это именно для уплотнительные как видим разводов не остается посмотрим как она проявится в деле обработали всю дверь в принципе эффект мне понравился тут уже и пластик пошел в дело мочалочка большая у нас зубка и поэтому так произошло обработали всю мы дверь и внутреннюю сторону и внешнюю залезли даже петли пригодилась в дешка попсикали петли зимой это пригодится всю дверь обработали тут у нас тоже есть такая резиновый уплотнитель чуть обработали его но есть еще на машинах и внутренние уплотнители которые тоже нужно обрабатывать на нем вот у нас на задней двери есть и резиновые уплотнители которые мы тоже обрабатываем и это важный элемент потому что они больше подвержены воздействию воды и всякой грязи их обрабатываем есть еще вот допустим на этой на моей машине есть еще такое для порогов резиновая часть ее тоже обязательно обрабатывать потому что все летит тоже будет лететь туда туда это принципе по внутреннему это все для зимы будет достаточно дверь дверь мы обработали за минут 7 10 летом же мы будем обрабатывать вот эту часть которая подвержена воздействию солнца и она пересыхает также и в люке здесь тоже гость люк ну в принципе те что внешние части тоже рекомендуют обрабатывать силиконовой смазкой и будут ваши резинки всегда в хорошем состоянии не будет ни скрипов ни каких-то примерзаний или еще чего-то они будто не трескаться и прослужит вам долго долго